Откровенно говоря, я сначала остановился на «СПОТ». Как участник моих действий в Урбанистане, могу сказать, что первая сторона база — «СПОТ» — «СПОТ». И в силе Урбанистана использование вооружённых сил проходит за пределами Российской Федерации в прошлом Советском Союзе. То есть за пределами Родины. Второе — это то, что и там, и там происходила демонстрация на русском лунах, испытания в унисполитбанных условиях. Третье — вырабатывался такой дух и офицеров, и там, и там. И этот боевой звук передавался с поколениями и передаётся с поколениями в поколениях. Ещё главным критерием «СПОТ» хотел бы отметить то, что, несмотря на то, что происходит в Урбанистане, в Урбанистане и в Урбанистане, и в Урбанистане, и в Сирии, защищает население, освобождает от такого боевого. Ну и третье — самая главная задача — это решается локализация очага возбуждения военной опасности в целом регионе. Ну, с Урбанистаном, между тем, как было Азия, Сирия, и Восток. А вот различия, которые вы спросили, конечно, будут плавно одни существуют. Первое — это география. Второе — это географическое место. В Урбанистане в Урбанистане принимали участие воинскими частями, воинскими соединениями. В Урбанистане, когда в Сирии этого не происходит, хотя вместе с тем и там и там помощь оказывали национальные армии. И, прежде всего, это заслуга национальной армии, которая обоевывает участник территории. Но помощь, конечно, советских и российских воинов. Кстати, на данном мы отмечали праздник «День защитника Отечества». Раньше он назывался «День советской армии военно-морского флота». Участников этого празднования было несколько меньше. Сегодня практически все мужчины, мужчины, женщины, женщины, девушки служат в армии. Я даже не представляю, что, наверное, все граждане Российской Федерации, все мужчины, тоже, кажется, защищать свой дом. Поэтому география увеличилась. И я всех вас поздравляю как защитников нашего Отечества. Потом у нас самое главное различие. Восстание, в Северном Союзе, в Северном Союзе. Но если говорить о внутреннем состоянии, то я хочу сказать, что и там, и во Миностанбе, и в Сирии весь мир по очереди будет доблесть. В Северном Союзе, в Северном Союзе, в Северном Союзе. Причем воюют не за день. В отличие от Минкан. Я вам расскажу один случай, который мало кто знает. В Афганистане, когда я был в самом начале, во время перевала, и по заданиям полного командования, мы брали комитет госбезопасности Афганистана, а там был американский рабочий. И вот, ну, на удовольствие взять его живут. За ним вы сложили самолет из Москвы. И вот, пока за ним летал самолет, мы с ним успели пообщаться. И вот, кстати, интересное такое стратегическое было. Много чего, но интересно с ним было пообщаться. И вот во время общения, ну, кстати, наоборот, такой полигон. Два частовых стоялых двери. Например, у нас на такое расстояние, как двери, а мы вынесем. Диванчик и объект. Мы задаем вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот если сейчас можно пойти в бой? Вот эти вот, два часа, пойдут? Я говорю, а это мои были бойцы. Я говорю, хорошо, пойду. Вы так уверенно сказали, что у меня нет сомнения, что они пойдут. Вот, прямо сейчас. А знаете, что сейчас один спросил у второго? Он говорит, да нет, из тебя когда слушали. Один, из второго спрашивает. Ты, говорит, обедом? Нет, я еще, говорит, и не завтракал. И вот, говорит, при этом состоянии, он говорит, что они пойдут. Но американский солдат никогда не хватит. Американскому солдату нужно сначала заплатить. Мало что боится. Ну, надо заплатить. И дальше он говорит, солдат. Вот вы его заплатили за тот бой, который еще ему предстоит. А если я в обедену? Деньги? Куда ты? Вы ее в обратном себе заберете. Нет, вы эти деньги передайте моей семье. В семье возьмите справку, что она их получила. Справа подайте мне, со стороны пойду боеваться. Вот, какая история у него? Когда он это услышал? Такая печаль в глазах была. Ну, это было искренне. Нам бы такую армию, мы бы весь мир на колени поставили. Спасибо. 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 Спасибо.